добрый день всем здравствуйте сегодня несколько необычная работа надо из вот этого вращающего центра с конуса морза номер три сделать вращающий центр с резьбой м20 шаг два с половиной то есть попросту проточить и нарезать вот такую резьбу этот будет конус стоять на станке по дереву на карном станке по дереву и у него вот самодельный станок и у него в заднем бабки не конуса нарезанная резьба просто-напросто и теперь когда надо настроить вставляется сюда деревяшечка по резьбе он выкручивается зажимается деревяшка и контргайкой фиксируется ну все понятно и довольно распространенная такая конструкция до этого у человека был просто конус не вращающийся но когда долго работаешь он то горит то еще что-то человек решил атакую себе штуку поставить вполне разумное решение а до нас просто интересная сегодня работа из конуса морза номер три сделать резьбу м20 шаг два с половиной работать будем сегодня на станке веса на рс-210 и 800 здесь и есть электронная гитара которая нам позволит нарезать вот эту вот резьбу я эту работу естественно мог бы сделать на станке 1к 62 но на что способен у этот станок все знают а у меня есть желание показать на что способен вот этот малышок и так приступаем выставляем сначала его в кулачки желательно чтобы конец без биения был сейчас посмотрим но он бьет потому что тут краю же побитый по коцаной и он немножко неровно что стоит но это легко делает можно вот таким еще образом подровнять у меня тут есть накаточка сейчас мы ее поставим ролики накатки упрутся в деталь и все биение устранено и так биение устранили теперь протачиваю до диаметра 20 миллиметров но при нарезать дании резьбы м20 нам надо сделать не ровно 20 миллиметров а минус две с половиной десяточки сделал касание и теперь по устройству цифровой индикации обнуляем себе все показания отвожу резец отвожу резец вот примерно до этого положения и я понимаю что у нас надо протачивать 82 миллиметра миллиметра но сейчас 66 десяток этих уберем они нам не нужны вот так будем уходить до нуля протачиваться моно суппорт двигать вручную а можно запрограммировать на электронной гитаре длину проточки указываем длину проточки необходимую нам 82 миллиметра сейчас поймаем 82 наших это нормально не страшно 82 миллиметра длина проточки делаем через стоп есть команда баск да ну то есть это в автоматическом режиме будет работать по циклу я не хочу я буду делать это все в ручном режиме поэтому через все делается через команду стоп отвод подвод риса все запрограммировать нажимаем кнопку f вот она долго жмем и и и у нас все происходит и у нас теперь показано включаю шпиндель вращения да вы видели теперь у нас показывает скорость вращения шпинделя 180 оборотов давайте добавим диаметр примерно 25 миллиметров 300 оборотов будет вполне достаточно подача 6 сотых миллиметра а здесь будет показываться пройденное расстояние ну а так это будет выглядеть включаем маточную гайку и нажимаем кнопочку ну и вот у нас станок наш поехал показывает пройденное расстояние уже вот 5 миллиметров проехал продольная подача не бедит ну и вот сейчас у нас резец подойдет но так как идет по воздуху тут же конуса коснуться я только в этом месте а мы прям на ходу прям на ходу при помощи вот этих кнопочек я могу увеличивать подачу вот четыре десятых миллиметра видите с какой скоростью начал вращаться лимб всего подъезжаем убавляем подачу 1 сотая миллиметра то медленно давайте одну десятую миллиметра ставим подачу и будем уже точить а здесь этот промежуток мы проскочили на ускоренной подачи итак электронная гитара отработала нажимаю кнопочку реверс и поехал у нас суппорт в обратную сторону задаем глубину среза один миллиметр или полмиллиметра с радиуса или один миллиметр с диаметра я оставил от подачи одну десятую миллиметра подачу от них очень легко регулировать кнопками буквально поехали итак сработал стоп резец доехал до запрограммированных нами 83 миллиметра я 82 говорю но 83 неважно индикатор по оси z по нулям нормально теперь я нажимаю кнопочку реверс вот она стрелочка поменял направление нажимаю кнопку пуск и поехал он в обратную наш но едет медленно поэтому добавляю опять же подачу прям на ходу четыре десятки максимальная вот он теперь быстренько поехал видно его до сейчас отъеду примерно на вот такое же расстояние и где-то в этом месте мы опять возьмемся так стоп включил реверс здесь я сейчас по иксу но по поперечной подачи опять добавляю один миллиметр вот он ну или уже минус 2 миллиметра с диаметра даем команду на пуск и тут же стараюсь уменьшить подачу только произошло касание я уменьшил подачу до одной десятки и опять протачиваем то есть вот Кстати, есть еще один вариант Чтобы не гонять по кнопкам По управлению, да? Мы оставляем подачу Включенную все время в левую сторону Подача остается, а мы работаем За счет размыкания маточной гайки То есть ходовой винт у меня продолжает Вращаться, размыкаем маточную гайку И просто вручную отводим Рисодержатель Опять в исходную точку Опять же берем сколько нам надо Заглубляемся и в этот момент Опять включаем маточную гайку И пошла проточка То есть эту операцию можно делать Не только через кнопки А просто через размыкание маточной гайки И переставляя на ухо Как бы быстро уходим Включаем и протолчаем Разомкнули, ушли, включили Начинает аж выгибать резец Кончик центра подзакаленный Оказывается Вот здесь видите матовая поверхность Такая легко берется А вот на самом конце закалка И она такая интересная получается Видите вот блестит, есть закалка А вот ее нету А вот вообще ее нету Ну то есть такая неравномерная Нам вот эту вот закалку, эту цементацию Ну это не цементация, это да Надо в общем убрать Будем играться В данной ситуации я просто пытаюсь обмануть судьбу Передняя кромка этого резца Уже притупилась И когда мы сюда шли Подзакаленную поверхность А задняя кромка еще острая И на обратном ходу Я сейчас работаю острой задней кромкой А тупая остается сзади Ну резец надо выработать полностью И таким вот хитрым маневром Ну хотя как видите Вот я прошелся уже А вот эта вот закалка Местами она есть А местами ее по-прежнему нету Тяжеловато прибудет с резьбой играться Ну попробуем У меня еще есть полмиллиметра снимать Все равно еще вот эта закалка Местами Видите уже побольше снял Ну пятно закалки еще остались Так Ровно 20 20 А нам надо получить с вами диаметр 19,8-19,7 То есть вот тут там нормально Диаметр как раз под резьбу Сейчас попробую поправить резец Не знаю будет видно на камеру или нет Тут кончик резца как бы слегка такой Закруглился Сейчас я его чуть-чуть буквально поправлю Ну вот я его Маленечко Подправил Сам Попробуем Даем касание Здесь у нас ровно 20 Чуть-чуть в плюсе А нам надо сделать В минусе еще Две с половиной десятки Так и не удалось мне Снять полностью закалку Хотя уже Процентов 50 снято Ну пятна еще остались Итак смотрим На закалке 19,9 На сыром 19,8 Да у нас получается Здесь Здесь тоже 19,8 А вот на закалке На десятку толще становится Отодвигается резец И прямо даже на ощупь Чувствуется что здесь шишка есть Есть Поймал Снял Именно здесь Так Ну что ж В этом месте конечно Мы сейчас резцы с вами Пополомаем резьбовые Ну а что делать Будем потихонечку Итак Делаем замену резца Ставлю резьбовый резец Вообще этот резец у нас На 55 градусов Ромбический Но я его маленечко Переточил И он у меня стал На 60 Та моя специально Переточенная пластинка Оказалась обломанным Я поставил стандартную На 55 градусов И сейчас ей будем Нарезать резьбу Сделали касание То есть это мы все Обнулили Далее настраиваем Электронную гитару На режим резьбонарезания Но я выключал станок Включаю станок Он пишет что Выбор программы Нажать надо кнопку Субфен Нажимаем Резьба у нас Метрическая Следующий шаг Следующий шаг Программирование Так Шаг резьбы 2,5 Оп Раскочил 2,5 Дальше Закладываем Длину резьбы 82 мм Мы это помним Хотя нет 82 это была Полная проточка Мне надо меньше 76 сделаем Набираем 76 мм Здесь Длина резьбы Вот видите Как побежали Быстро они Длина резьбы 76 мм Следующая Резьба Правая Рич Управление Вручную Вот подвод Все это вручную Пауза 0,6 секунды Там есть Все Резьба запрограммирована Чтобы застартовать Надо нажать Кнопку ФН Вот она И долго ее Подержать Двойной Зумер Все Теперь у нас Высвечивается Что резьба Правая Шаг 2,5 мм Нарезаться резьба Будет на 76 мм Длиной Это пройденное Расстояние Никуда Не едем Здесь Будут У нас Указаны Обороты То есть Я сейчас Могу Вполне Включить И он Пишет Что Вот эти ПРМ Эти РПН Это Большие Обороты Надо их Убавить Подбираю Обороты Максимально Быстрые Но Чтобы Не Срабатывала Эта Ошибка Ага 214 Это Много Чуть Чуть Убавляю Вот 187 Ошибка Не моргает Все Нормально Можно Работать Нажмите Кнопку Рун И тогда Начет Отрабатываться Ну И все Можно Попробовать Поточить Здесь У нас По нулям Это Тоже Обнуляемся Потому Что Мы Тут Заложили 76 Миллиметров Своих Ну Давайте Попробуем Для Начала Сделаем Сейчас Буквально Одну Десятую Миллиметра Посмотрим Что Из Этого Выйдет Ну Чисто Так Для Проверки Вот Она Отработала Отходим И Уходим Опять Начало 76 Баловато Можно Добавить До 80 Смело Опять Переходим Сюда Опять Нажимаем Так Вышли Из режима Резьба Нарезания Вот Он Наш Резьба Нарезания Входим В него Опять Метрическая Резьба Шаг Два С Половиной А вот Тут Нам Надо 80 Сделать Добавляем Есть Ну А дальше Все Правая Резьба Опять Ручное Ручное Там Пауза Старт Нажимаем Кнопку FN И Долго Ждем Есть Ну Опять То же Самое Правая Резьба Два Сполы Но Теперь Длина Резьбы Будет 80 Миллиметров Да Теперь Он Немножко Дальше Проходит Ну Мы Дошли Первый Раз До Сюда Теперь Немножко Дальше Ну А теперь Попробуем Непосредственно Уже Заниматься Нарезкой Резьбы Отлично Тяжеловато Через Закаленные Места Проходит Как же Сфокусировка Это Бороться Все Время У меня Пытаются Уехать Из Фокуса У Long У� У� У У Продолжение следует... 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 зажимаешь и крючком если надо вперед подавать или назад то пожалуйста но она от руки крутится здесь на двух подшипниках крепится передняя ось на передней вапке вот она крутится здесь корончатая гайка будет и задней стороны шкив ступенчатый и передача на двигатель через шкив все и